здравствуйте дорогие мои книжечки с вами букинис торск так небольшой лот для продажи в принципе такой достаточно интересный но на мой взгляд для тех кто комплектует свою библиотеку начинает в принципе вот эти вещи достаточно практичные и в принципе я думаю для того чтобы вот начинать да и в принципе как бы работать с этим тоже читать и как бы очень неплохие даже издания предлагаю вашему вниманию долго я такую преамбула что-то тут развел бывает и так давайте все проще вашему вниманию предлагаю два собрания сочинений моих любимых французов почему и как это я их люблю это все в моих прошлых видео мое так скажешь профессиональное так я вот рассказывал что я вот учитель французского языка вот преподаватели методист по воспитательной работе все это вещи свое время читал и не только по скажем по специальности но мне в принципе такие вещи и нравится и так хочу вам предложить два собрания сочинения сейчас я их быстренько быстренько раскидают по домам так французская классика на мой взгляд одна наряду скажем так с русской классе это вот одни из самых таких больших значимых и интересных литератур и две такие литературы в мире так 4 5 сейчас секунду чтобы вас 5 6 7 8 9 10 11 12 ну вот и все два собрания сочинений из серии огонек принципе серию я это уже показывал рассказывал принципе и об этих тоже вещах я говорил серии очень практично все основные вещи с иллюстрациями да она была массовая там тиражи зашкаливали но даже можем сказать посмотреть вот по такому тираж миллион семьсот тысяч то есть очень распространенный но тем не менее дай бог чтобы у нас сейчас были такие тиражи сдавалась такими тиражами классика и и еще мало того что издавалась ее еще бы и покупали вот и так начну вот с такого вот собрание сочинения виктора юго французский автор так это у нас так возьму в руки первый том собрание сочинений в шести томах москва издательство правда библиотека огонек 88 год вот такая вот вещичка так тут еще даже какая-то закладочка мне попалась не буду ее вытаскивать пускай с этим работает будущий владелец иллюстрации как и во всех огоньковских изданиях художник кстати пинки севич ну давайте быстренько пробежимся что здесь входит последний день приговоренного к смерти и собор парижской богоматери это у нас так идет первый том второй том соответственно ли мизерабль то есть это у нас отверженные так наверно скорее всего отверженные займут не один том так третий том тоже мизерабль четвертый том тоже их вот разбили если вы помните я показывал два больших таких тома из них ходит так пятый том соответственно лем кирира человек который смеется шестой том 93 год вот мое любимое кстати произведение у югу мне в принципе очень нравится так что еще сюда входит поэзия вот в принципе достаточно полная по состоянию отличная то есть практически не читал но и к нему я добавлю еще вас такую вот вещичку андре муруа олимпио или жизнь виктора дюку москва россии тпо кириллица 93 год то есть вот такая биография французского писателя так теперь кого еще я хочу вам предложить это анри де бейль стендаль тоже один из моих любимых авторов тоже библиотека огонек но это уже идет 76 год собрание сочинений в 12 томах так что у нас здесь тираж в принципе большой 600 тысяч экземпляров он часто встречается но тем не менее так первый том значит красное и черное так дальше я думаю также продолжение идет его потому что он по объему достаточно большой люсьен левен то есть как бы такое вольное продолжение красного и черного скорее всего это тоже так четвертый том пармский монастырь или пармская обитель так вот здесь небольшой есть косячок это клеить я его сам не клею так арман солисцены из жизни парижского салона так том 6 по моему идет ламли итальянские хроники и лам ель ламли сейчас секунду лам ель вот так правильно чтобы не заговариваться так здесь у нас идет о любви россин и шекспир здесь вот можно вот такое вот наскальная живопись но тем не менее ее можно как-нибудь убрать так история живописи в италии мы знаем что романов то у него было немного а вот таких вещей вот он как бы родоначальник кстати такого жанра как путеводитель вспомните ну а красное и черное для меня это вот конечно роман был ну просто перевернувший эмоции все мои так здесь у нас рим неаполе флоренция прогулки по риму это девятый том десятый тоже по моему идет прогулки по риму так сейчас секунду то есть вот вам практически путеводитель восемнадцатого века с девятнадцатого уже сказать тогда прогулки по риму одиннадцатый том так та 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 записки туристы и двенадцатый том суда входит жизнь анри брюаура вот это я не читал и в принципе ну черт его знает как это все надо смотреть так по иллюстрациям понятно путеводители эти все у него там по с картин великих художников как мы знаем уже в принципе все это прекрасным образом иллюстрировалась в красном и черном пинки севич вот ну в принципе так на четверочку собрание сочинений с некоторыми огрехами но достаточно неплохом состоянии и сюда я добавлю вот такого андре муруа еще литературные портреты это у него сборник так издательство прогресс москва 71 год о ком здесь стендаль тоже сюда входит но небольшая статья лабрюер вольтер руссо лакло шатебриан мюссе стендаль бальзак флабер франц прус как то валерий жираду мариак мартен дюгар ралан пеги сент экзюпери и аллен такое вот обзор по литературе франции ну по писатель чем еще интересен это сам французский и так 13 книг это я так отношу и так скажем стендалю 12 томов стендаля и и литературные портреты мруа и 7 книг то есть шеститомничек гюго и олимпио тоже мруа и того 20 тысячи рублей мы отсылаем почты россии смотрите в принципе неплохой набор достаточно недорого по весу это тоже много не будет там килограмм 10 11 12 то есть исходя из скажем того что килограмм там вам выйдет 100 рублей ну вот две две тысячи то есть где-то 20 книг там 100 с лишним рублей чуть-чуть вам поэтому я вот учитываю вот эти вещи с пересылкой что сжирают мои деньги ну что поделать я все-таки здесь еще думаю о вас и так французская литература 20 книг стендаль мруа и гюго предлагаю к продаже если вы захотите это купить пишите мне по ватсапу номер телефона в описании к каналу или в соцсетях вк одноклассники ярус там где мы еще присутствует букинис торс вот просто можно в группе можно в личных сообщениях на страничке в личных сообщениях более проще так как я их сразу вижу в группу мне приходится там заходить вот такое предложение смотрите наш канал мы продолжаем а